АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Видать, ему надоело все это. Он взял на прокат дорогой костюм, укладку сделал, маникюр. И во всем этом блеске приперся в мое отсутствие ко мне домой. Ну, там, слава богу, Витька в лицо-то не знали. Ну, и он с английским акцентом, Витек, с английским акцентом, заявил моей очумевшей родне, что я являюсь единственным наследником 10-миллионного состояния, умершего там в Америке дяди. Слышишь? Вот, посетовал, что у меня нет дома, сказал, что по делам вынужден уехать в Нью-Йорк, а через месяц вернется, и я подпишу документы, и вступлю во владениями вот этими деньгами и в фамильный мрачу в Техасе. Когда Юрок ушел, ну, у моей родни, видимо, вообще, был инфаркт с инсультом, приходящий в менис. Я ни сном, ни духом. Я остолбенел. Прямо передо мной стоит теща в русском народном сарфане, кокошники, в руках поднос, с хлебом солью держит. То ли, думаю, свихнулась, то ли пьяная старушка. И тут теща говорит, откушайте хлеб, соль, в знак любви и уважения. Я даже оглянулся, думаю, кому она. Это она меня-то любит, уважает? Зачем же 10 лет это было на так тщательно скрывать? Теща хлеб мне протягивает, говорит, откушай, мой золотой зятек. Это ж, думаю, сколько ж я чинов перескочил, из вонючих козлов. Разум золотые зятя, пожалуй. И, главное, прими, мол, этот каравай. Я, знаешь, вот, я тут немножко, знаешь, вот, заподозревал, думаю, знаешь, вот, провокация какая-то, думаю, значит, так, я принимаю каравай, каравай, а она мне по морде под носом, ба-бам, я так даже шаг назад сделал. И тут тесть, тесть кинулся ко мне в ноги, как коршун, и стал шнурки разглядывать. Думаю, все, сомнения отпали. Хотят на шнурках повесить. Он снял с меня туфли, вытер рукавом и сказал, мы вас так ждали. Я, знаешь, думаю, это самое, перепелись в глазах двоится. Он меня на «вы» назвал только один раз, когда «выхухолью» назвал. Я, говорит, всегда любил тебя, как сына. Дай я тебе чмокну. А он меня каждый день чмокал, как махнет, ну, водяры, да? И сразу говорит, ты чмо, ты чмо. И тёща сразу ожила. Говорит, я так часто была неправа. Если хочешь, мой золотой зятёк, ударь меня. Ударь меня. Это же надо, да? Вот угадать самое интимное. Она сказала, ударь меня, мой золотой зятёк. Я думаю, если бы она мне утром сказала, я бы её вырубил сразу. Один удар. А тут я, значит, одумался, думаю, вот как бы вот этим одним ударом максимальный ущерб. Только замахнулся, жена выбегает. Пойдём скорее ужинать, дорогой. Знаешь, дорогой проговорилась. Дорогим меня назвала. Может быть, хотят откормить, на органы сдать. В другой ипостаси я себя дорогим никогда не чувствовал. Тут тесть с тёщей меня подхватили на руки и на кухню внесли. А жена говорит, у нас сегодня на ужин шашлык из сёмги. Значит, котлеты по-киевски, царская солянка, стерлядь на пару. Всё, думаю, точно, точно откормить хотят. И на органы, все мои органы продать. Не, поросёнок тоже до поры до времени думает, что его из-за доброты так кормят. Только расслабишься и окажешься в колбасе в виде шпика. Поел немножко. И я думаю, шиш вы меня откормите. Если б свинья понимала слова хозяина, пора кабанчика резать, она бы по ночам фитнесом занималась. Да. Я вилку отложил и говорю, а не пойти ли мне посмотреть телевизор? Строю ведь телевизор. Меня уже внесили на руках в зал. И тёща сразу включила, ну, спорт, ну, футбол, беспыток. Просто сама врубила с той же лошадиной улыбкой. То есть я в этом доме за 10 лет футбол смотрел один раз, когда показывали бабский сериал. Там мужик сидел и футбол глядел. Тут жена заявляет, может, я, дорогой, сбегаю в магазин за пивом? Ну, то есть, я ушам не поверил. Знаешь, вот в одной фразе четырежды меня убило нафиг. Милый, я для тебя сбегаю и за пивом контрольную. А ты, говорит, какое пиво хочешь? Последнее, вот, что меня спрашивали в этом доме, «Когда ты сдохнешь». Я пивка втянул, литрик. Да, сижу, отхлебнул. Тёща мне губки с салфеткой. Я разомлел, слюни специально пускаю. Вот, сижу. Куда, спрашиваю, бутылку можно поставить. Тесть одним прыжком через всю комнату перелетел, встал на карачки и сказал, «Вставь на меня, мой золотой дядь». Куда только радикулит делать. Я бутылку на радикулит поставил, воблом об башку его оббиваю, тёща рыбу чистит, кости выбирает, филейную часть, мой изумлённый рот вставляет. Это просто рай в отдельно взятом государстве. Тут жена говорит, «Любимый, я прошу тебя, иди в постельку». Тут полегчало ей, видите ли, 10 лет у неё голова болела. Иди, мол, скорее ко мне, мой птенчик, я хочу свой супружеский долг выполнить за 10 лет поквартально. С 99-го начинаю. Так что, я хоть в голодухе, но больше двух кварталов не вынесу. Вот уснул, как убитый, вот меня под утро комар разбудил, так они этого комара живьём поймали и пытали до тех пор, пока он извинения у меня не попросил. Но я когда глаза продрал, жена спрашивает, «Милый, что ты будешь на завтрак?» Обычно меня спрашивали в этом доме, «Ты будешь что, посуду мыть или полы?» Короче, проводили меня на работу, ну, вот так провожают на работу, ну, я не знаю, Билла Гейтса, вот, день зарплаты. Пришёл я счастливый на работу, и тут Витёк мне всё выложил. Ну, и вот теперь я думаю, граждане дорогие, или рассказать им правду, и всю жизнь мучиться, или пожить месяц, по-человечески, а там путь что будет. Эй! Спасибо.